Всем привет, друзья! И у тех людей, которые так же, как и я, любят делать различные заготовки, я думаю, порой возникает следующая ситуация. Недавно я спустилась в нашу кладовку, в наш подвал и заметила, что в наших семьях скопился неплохой запас варенья. И причем это варенье с прошлых сезонов, варенье старое, некоторые уже из них слегка засахарившиеся. И как у любого русского человека, в этот момент просыпается жаба. И жаба говорит, а выкидывать-то это варенье жалко. Это ж фрукты, сколько сил было на готовку потрачено, а уж сахара сколько туда вбухали. И поэтому мы стараемся найти всякие рецепты, где можно использовать старое варенье. Кто-то пускает это дело на самогонку, на домашнее вино. Ну, а я же нашла рецепт приготовления домашней пастилы из варенья. И вот как раз решила попробовать. Открыла баночки. Банок было очень и очень много, но, естественно, не все открывала. Попробовала на вкус. Варенье, в принципе, есть их можно, но хочется уже как-то его разнообразить. И поэтому решила пробовать этот рецепт, посмотреть, что же у меня получится. Самая большая загвоздка была в том, что на протяжении тех лет, тех годов, сколько это варенье стояло в подвале, оно успело сильно загустеть. И для того, чтобы равномерно распределить эту массу по поддону, нужно добавить воды немного и взбить блендером. Чем я и занялась. Конечно же, за счет добавления дополнительной воды процесс сушки подобной пастилы увеличивается. И таким способом я взбивала, открывала, взбивала, добавляла немножко воды. Каждое варенье у меня было смородиновое, малиновое варенье и немного клубничного. И выкладывала полученную массу на поддоны, предварительно смазанные растительным маслом. Также, когда уже поддоны закончились, использовала и пергамент. Но пергамент также нужно было растительным маслом смазать, чтобы потом пастила хорошо отошла. Старалась как можно ровнее распределить полученную массу и поставила все это в сушилку. У меня все это дело сушилось две ночи. Я сушилку включала по ночам и, в принципе, что-то похожее на пастилу получилось. За счет того, что я все поддоны и пергамент смазывала растительным маслом, пласты у меня отошли хорошо. Я разрезала их на полосочки при помощи ножниц, делается это легко и просто, и сворачивала вот в такие рулончики. Ну а потом эти трубочки еще дополнительно разрезала и получились у меня своеобразные конфетки. Ну и что в итоге я хочу сказать? По идее, да, пастила получилась. Но за счет того, что это варенье мы еще готовили по старинке и добавляли туда просто неимоверное количество сахара, то вкус и сама пастила получились ну прям очень приторные. Но если с горьким несладким кофе пить, то вполне возможно такую пастилу употреблять. При желании можно их как-то модифицировать и приготовить конфеты. Например, обмакнуть в горьком шоколаде, полить сверху шоколадом. И мне кажется, вот эта сладость чуть-чуть уменьшится. Ну и какой вердикт моего эксперимента? В принципе, делать можно вполне съедобно, но вот все-таки классическая пастила из свежих фруктов и овощей мне понравилась намного больше. Поэтому больше экспериментировать с вареньем я точно не буду. Субтитры сделал DimaTorzok